Приветствую! Меня зовут Джон Хэнни. Я учитель пения и автор книги «Обучение современному пению». И сегодня я буду делать реакцию и анализ на песню «Грешная страсть». Правильно? Думаю, приблизительно это звучит так. Давайте сразу же приступим. «Грешная страсть» Мне уже нравится, как он использует различные текстуры дыхания, начиная с очень хриплого. Я про вокальный фрай. И это секретное оружие певцов. Очень часто я вижу, особенно у начинающих певцов. Они не думают о дыхании, и песня звучит монотонно. Но более опытные певцы знают, что это слегка вызывает скуку у слушателя. Так что малейшее изменение в структуре вокала, даже если песня легкая и нежная, делает прослушивание более удовлетворительным и удерживает внимание зрителя. Блестящая низкая нота. Но в стужи сердце озарило, как весна, только ты одна. Он отлично выражает фразы, как он отдает и возвращает. Затем он переходит больше в темп. Очень утонченные колебания во фразах и хронометраже. И опять же, это эффективно. Уверен, фейерверк не за горами. Но это уже сделано со вкусом. Интересно. Послушайте, как он играет с длиной голосового тракта. То он пел так, а потом вдруг поет вот так. Он опускает гортань и расширяет длину голосового тракта. И это выводит такие глубокие звуки. Я обожаю то, как он играет всевозможными звуками в своем голосе. Послушайте, как он может петь дыханием. И затем он делает чуть-чуть больше касания голосовых связок, и из-за этого звук становится полнее. Но только немножечко. У него действительно тончайший контроль над этими мышцами. Поэтому он может играть с их интенсивностью. Мне это очень нравится. Околдован тобою Какая красота! Выпью зелье до дна Фантастика. Чудесный микс. И ты вернешь меня из песни в этот мир. Только ты одна. Дай мне Дай мне Дай мне Долгим огнем пылать в огре и в пятности Дай мне Дай мне Если бы вы закрыли глаза, то это звучит как три разных человека, которые поют по очереди. У него очень глубокий голосовой тракт, больше контакта и большая степень сжатия голосовых связок, что дает такой густой богатырский звук. Затем он делает голосовой тракт немного короче. Звучание становится ярче, и он получает этот непростой звук. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти Вот и четвертый человек нарисовался. Боже мой Ми-6 Хорошо, ребята. Это поразительно. Очевидно, он тут переходит в йодель. Но я даже не знал, что он может делать это так быстро. Может быть, это разновидность традиционного народного пения? Это было круто. Честно, я такого еще не слышал. Особенно это дрожание голоса. Это звучало не по-человечески. Твою налево. Извините, что прервал на этом моменте. Я вернусь назад. Прекрасно. Господи. Простите меня. Я знаю, что людям не нравится, когда я останавливаю. Но мне нужно вернуться и переварить то, что я только что услышал. Он переходит в свой верхний регистр. До этого у него тоже были эти оперные звуки. Но чтобы с такой интенсивностью... Это же выше ноты до 5. Это же просто безумие. Просто дикость. Обычно на этой высоте более пустые звуки. Но у него тут звук острый и сжатый. Это очень удивительно. Великолепно. Давайте вернемся. Мне нравится эта мелодичная серия нот. Глубокий тракт. Боженька, спаси. Я даже поразительно. Вы сможете взять эту же ноту у Си Бемоль 5 с такой же интенсивностью? Это вынос башки. Это... У меня не хватает слов. Хотя такое бывает редко. Честно, я не слышал данное выступление прежде. И я пытаюсь переварить это сейчас. По своему опыту скажу. Гибкость его голоса не имеет аналогов. И опять же... Этот звук на самой высокой ноте просто чудесный. Какая же это гибкость. Сотворить такую немыслимую разбежку. Гладко и плавно. Вы даже не услышите, как меняется регистр. Он просто перекатывается по регистрам своего голоса и делает это так плавно. У меня уже кончаются прилагательные. Надо бы сходить за словарем. Ну и как же тут не понести цветы? Мне очень понравилось. Замечательно то, что у него не только эти невероятные способности. Но он еще и очень музыкальный. И он играет с фразами. Играет со звуком и текстурой своего голоса. Он исполнил два крещенда. Он безупречно точный. И у него чудесная интонация. Его пение очень чистое. Просто отлично. Это было фантастическое выступление. Взрыв аплодисментов. Ему от меня. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на Джона. Подписываемся на наш Телеграм. Спасибо, что поддерживаете наш канал. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok